В микрорайоне Айнабулак В кармане задержанного полицейские обнаружили только ножницы, которыми он и припугнул свою жертву. Наш экипаж Фотон-29 задержал гражданин кавказской национальности, на которую указала потерпевшая, полностью опознала свою сумку и сотовый телефон. Поначалу мужчина объявил себя невиновным, однако позже в содеянном все же сознался. Задержанный прибыл в Алматы из Узбекистана на заработки. Однако работу так и не нашел, а оставшись без средств к существованию, решил пойти на преступление. Сумку он выбросил в кустах неподалеку. Что-нибудь внутри там взял? Нет? Не успел открыть? Пьяный. Наркотически не употребляешь? По словам потерпевшей, в сумке ничего кроме мобильного телефона не было. Задержанный заявил, что мобильник он продал. А позже на предложение девушки вернуть телефон в обмен на прощение, место, где спрятал украденное, все же показал. Радости потерпевшей не было предела. Сегодня прямо возле подъезда подошел один наркоман и убрал у меня сумку. И я сразу позвонила сотрудникам искусства РУВД, и они сразу же приехали. И благодаря им нашли сразу же мою сумку и все, что находилось в ней. Вот. Очень благодарна им, спасибо им большое. И я счастлива. Задержанный же, решив, что его отпустят за чистосердечное признание, решил сознаться в еще одном преступлении. Перед тем, как ограбить девушку, он вскрыл припаркованный во дворах автомобиль марки Volkswagen Passat и украл магнитолу. Задержанного доставили в отделение полиции. Его проверяют на причастность к другим преступлениям, потому как в последние несколько дней в этом районе были ограблены несколько автомобилей. Все, по словам полицейских, были вскрыты металлическим предметом, возможно, ножницами. На пересечении проспекта Реймбека с улицей Фурманова столкнулись сразу три автомобиля – Toyota, Lexus и Gazelle. По словам очевидцев, Toyota двигалась в западном направлении по проспекту и поворачивала влево на улицу Фурманова. Владитель, проигнорировав знак «Уступи дорогу», не пропустил Gazelle и врезался в нее. От удара грузовое авто перевернулось и ударилось об автомобиль марки Lexus, который стоял на светофоре. Я ехала в восточном направлении на зеленый свет. Toyota ехала с восточного направления с поворотом налево в южном направлении. Не пропустила Gazelle, получилась авария. Ну, Gazelle встала на два колеса и ко мне вот сюда прилетела. В результате пострадал водитель «Газели». После оказания первой медицинской помощи медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Очевидцы говорят, виновником аварии стала девушка-водитель, сидевшая за рулем «Тойоты». Она нарушила правила дорожного движения. А вот сама себя она виновной не считает. Говорит, что ей горел зеленый сигнал светофора. В обстоятельствах ДТП теперь будут разбираться сотрудники дорожной полиции. Этой ночью в результате пожара в микрорайоне Шен-Ирак пострадал один человек. Огонь вспыхнул в одном из частных домов. По словам жильцов, из-за проливного дождя накануне в районе выключили свет. Владелец дома, где вспыхнул пожар, зажег свечу в комнате, где спал маленький ребенок. Сам ушел к соседу. По непонятной причине огонь от свечи перекинулся на остальные вещи. К счастью, соседи, увидев возгорание, успели вынести малыша. Он надышался угарным газом. К приезду брандмейстеров огонь перекинулся на кухню и охватил газовый баллон. Волна от взрыва достигла соседского дома. Пожарным удалось потушить пламя. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося. Состояние пострадавшего ребенка стабильное, говорят медики. Родственники разыскивают Серик Арнура Ержановича 1997 года рождения. 4 июля он вышел из дома в микрорайоне Калкоман и направился в город Каскелен и не вернулся. Был одет в синие джинсы и футболку. Всех, кто располагает информацию о местонахождении Арнура Ержановича, просим обращаться по этим телефонам. Субтитры создавал DimaTorzok